Всем доброе утро! Сегодня на завтрак будет хачапури. Теплый кефир. Подогрела в микроволновке, потому что вчера забыла достать из холодильника. Одна чайная ложка соли и одна чайная ложка соды. Перемешать нужно хорошо и немножечко подождать, минутки три. Так как кефир теплый, оно уже начало все пузыриться, сода начала гаситься в кефире. Реакция произошла. Многие у меня спрашивали, не будет ли запаха соды в выпечке, в этих хачапури. Нет, не будет, запаха нет, потому что сода вступает в реакцию с кефиром и ее не слышно. Вот уже начинает образовываться пенка, но нужно, чтобы чуть-чуть постояла. Начинка у меня сыр сулугуни. Вот здесь где-то около килограмма, 950 грамм. И буду использовать половину шайбы, или как ее так назвать, половину шайбы. Натру на терку. Если сыр не сильно соленый, то можно его присолить. Присолить и перемешать. Все, вставляем в сторону. Здесь уже произошла хорошая реакция. Здесь такая вот, как показать бы, такая, в общем, пенка. Кефира у меня было 425 грамм пачка. Я просела 550 грамм муки. И сейчас буду смешивать. Смешиваю частями. Музыка. 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 тесто вымесила и оставляю минут на 20 оно такое вот уже хорошо держит форму но все же продолжает липнуть к рукам из 500 грамм муки которые 550 грамм муки которые я просеяла вот у меня осталось совсем чуть-чуть это как раз у меня уйдет для замеса самих хачапури а само тесто нужно оставить минут на 15-20 в холодильнике и Субтитры подогнал «Симон» 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 В общем, у нас еще такой ветер сегодня Ну, сильный, так сказать Я пока тут ветер сильный До 15 метров в секунду порыва У меня стирка Чем можно заниматься, когда ветер на улице Тепло и ветер у меня стирка Только повесила стирку Это еще с самого утра Слышу вот этот запахарь Окна открыты Думала опять соседи Вышло, оно вот как-то с одной стороны все так задымлено, думаю, странно как-то, на соседей не похоже. Потом все больше и больше начинает этот запах. Понимаю, что что-то где-то горит. Это когда уже сотрудница прислала видео, я уже увидела тоже в интернете, что горит в той стороне безлюдовки. Там, конечно, кошмар. Что творится? Оно ветер, ветер разгоняет это все и попробую теперь его потушить, как это все получилось, непонятно. Но попробую все теперь это потушить. Горит все в тыму, там где в поселке, вот возле безлюдовки, она говорит, вообще дышать нечем. Если к нам сюда, мы как бы далековато друг от друга, нам сюда так веет, то у них там вообще ужас. Выходные, они такие выходные, то приготовь, то поубирай. Вот так вот и у меня на улице находиться нежелательно, так сказать, сегодня, потому что очень плохие запахи, горелого. А в доме все это можно делать, хотя запахи, знаете, не лучше. Я вот все выглядываю из кабинки. Такая термоядерная эта смесь для мытья душевой кабинки. Как-то я до этого покупала вроде бы ничего, а это то ли новая формула, было написано. Силитбэнк у меня вот обычная, я мою таким жидкостью такой кабинку, а она получилась какая-то жидкая. И это я новую купила. А до этого я покупала, она как бы вроде бы пеной пенилась, а в этот раз какая-то такая сильно ароматная, такая сильная термоядерная. И выглядывала я все, покашливала. Как раз на улице не сильно можно находиться. И поэтому, думаю, нужно поубираться. У меня сегодня и стирки много было. Стирка тоже, ветер на улице посохло, все быстро. И уборка в душевой кабинке. Потому что, честно говоря, уже немножечко так грязновато. Я вот готова все делать, мне все нравится, все домашние дела. Ну как нравится? Нравится, не нравится, но делаю. Но есть такое домашние дела, кто бы их за меня сделал, но там только нужно мое участие. Это уборка в шкафу. Идет зима, и я с ужасом думаю, как я вообще буду убирать в шкафу. С ужасом думаю о том, как мыть окна и все это перестирать, все эти гардины, штор. Но это уборка, убирай, да убирай, просто тяжело. Устанешь физически. А вот уборка в шкафу после лета, пересмотреть, что выбросить, что убрать, что вообще навсегда забыть о нем, об этих вещах и поубирать в шкафу, это, конечно, для меня целое испытание. Это убивает меня морально. Вот, к примеру, занесла вещи, которые сохли на улице. Нужно их разобрать. Вот, многим это дается очень легко и просто. Для меня это целое испытание. Я начала складывать. Ну что там, всего лишь было три стирки. Начала складывать. Немножко посидела, немножко полежала. Опять сложила там несколько футболок, штаны, еще там какие-то вещи. Опять пошла водички попила. А на меня вот эта уборка вещей, не знаю почему, но она меня очень утомляет. А вот просто уборка, наведение порядка. Нормально я к этому отношусь. В общем, вывод, какой я могу сделать, что физическая работа, устал, отдохнул и все равно можешь заниматься другими делами. А вот такая монотонная работа, она добивает меня морально. Я вот не знаю, у вас тоже так? Или это у меня только так? Может, есть такие люди, которые любят больше складывать, что-нибудь перебирать? Напишите мне в комментариях. Очень интересно послушать ваше мнение по этому поводу. Я обычно выхожу сюда на балкончик и снимаю закаты. А это другая сторона заката. Вот такой вот валит демиара. И у нас уже, в общем, все, ветер как раз в нашу сторону. Как раз вот я стою, и со стороны дыма дует ветер. Вот такое дымище. А это уже сторона. Там, где закат, тут еще солнце у нас не село. И вот такая полоса дыма идет. То ли мы привыкли уже к этому запаху, то ли я уже не знаю, мы уже и не чувствуем этого запаха дыма. И вот так вот, вот так вот. И все туда, вот это пошло. Все рыжее, рыжее облако дыма. Вот такое. Продолжает гореть. Я так понимаю, если идет вот такой вот туман, гарь вот такая вот идет, все продолжает гореть лес. Там, в той стороне, как раз в стороне Безлюдовки, я так понимаю, там горит сосновый лес. Попробуй его еще останови. Все горение. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»